— То, чем я хочу поделиться, началось всё с песни. Песня весьма популярная, и она, можно сказать, такой бренд нашей национальной культуры. Это песня «Вниз по матушке по Волге». А, собственно, анализ этой песни нужен был мне как чисто рабочий момент, когда я готовила публикацию записанного мной текста одного народного представления, где эта песня играет такую центральную роль. Более того, само действие заключается именно в разыгрывании содержания песни «Вниз по матушке по Волге». И вот здесь вдруг я вспомнила, очень кстати, что эту народную игру описывает и Толстой. Так что, опять же, всё сводится к Толстому, и всё не случайно. В его повести «Юность» у него есть голова «Кутёж», если помните. И там описывается такая товарищеская вечеринка, ужин студенческо-профессорский. Вот, и они жжёнку там делают, это очень крепкий напиток, ром, который горит, и в него капает жжёный сахар. И вот Толстой выпил стакан, потом ему налили другой, и потом начинается «Не помню, помню, не помню, помню, что мы зачем-то все сели на пол, начали махать руками, подражая движению весел, и запели вниз по матушке по Волге». И я во всё это время думал, что это вообще вовсе не надо было делать. Вот такая сцена, которую написывает в своей главе «Кутёж». Ну вот, а в этом рабочем моём анализе песни для меня вскрылись очень многие факты и какие-то новые смыслы. Ну вот, о чём же эта песня? Ну, наверное, вы все её знаете, и, может быть, кто-то мне даже поможет её петь. Вниз по матушке, по волге, по широкому раздолью, По широкому раздолью разыгралась погода, погодушка, Что погодушка немалая, да немалая, Погодушка волновая, волновая, Ничего в волнах не видно, Только видно, только слышно. Одна лодочка чернеет, всё чернеет, Паруса на небе ле, да белеют. Ну и вот обычно представление о песне вообще заканчивается вот этим пейзажем. А на самом деле там с такой чисто кинематографическим эффектом Камера от нашего внимания, от общего плана вот этой картины Разбушевавшейся реки, чернеющей лодки, белеющей паруса, Она с таким приближением наезжает на грибцов сначала, На них шапки чернеют, кушаки на них алеют, И потом крупный план герой. А герой, вот на корме сидит хозяин, Сам хозяин в онаряде, В окоришневом кафтане, В перюсеневом камзоле, В алом шелковом платочке, В черном бархатном картузе, На картузе козыречек, Сам отецкий он сыночек. И дальше действие. Приворачивай, ребята, К крутому бережочку, К Аленину подворью. «Аленушка выходила, Такие речи говорила, Не прогневайся, хозяин, В чем ходила, в том и вышла, В одной тоненькой рубашке, В кумачевой телогреки». Вот, конечно, на моем всем очень заметен контраст Между такой романтической картиной, Пейзаж, романтический начало песни, Мелодический размах ее напева, Очень красивый, И тривиально бытовая сюжетная фавула. Но вот это дало основание К разноречивым толкованиям, Представлениям о происхождении песни. Вот одно из них, Высказанное весьма компетентными Нашими фольклористами в 30-е годы. Несмотря на то, Что происхождение напева и текста Этой песни точно установить не удалось, Осмысление ее в XVIII веке Позволяет высказать предположение, Что она возникла не в крестьянской, А в городской, купеческой среде. По-видимому, она относилась К целому слою подобных же Веселых песен, в кавычках взято, Центральными образами которых Являются купеческие пьяные гулянки В обществе веселых девиц. В более позднее время Один из наших исследователей Пришел к выводу о том, Что эта песня гребная, То есть ее пели, когда гребли, Плывя по рекам. И даже проследил ее мелодическую связь С трудовыми песнями, С бурладскими песнями, Даже с известной для вас Дубинушкой, наверное, Вы знаете тоже эту песню. Но для целей моей работы Мне также пришлось задуматься О происхождении песни. И я увидела, что ее обобщенная Такая вот схема ее сюжетная Она сводится ведь к следующему Река, плывущее судно, грибцы И один кто-то, кто выделен Среди этих грибцов При плывании к берегу И на берегу встречающая женщина. И вот эта сюжетная схема Она оказалась аналогична Традиционному мотиву Свадебных песен Бытующих на русском севере Тоже море или река Плывущее судно Это может быть корабль Может быть лодка Или насад и садок Разновидности лодок Молодец среди грибцов-корабельщиков И встреча с суженой Жених приплывает на судне Невеста встречает на берегу Суды нам по морю Суд нам по морю Удалой добрый молодец Николай Николаевич А пеша бережком Молодая боярыня Пелагея Или там Степанида Михайловна Вот она кричит своим Язычным голосом Ты постой, остановись И потом Николай Николаевич И обещает ему Радостную весть Что она ему сына родит Ясно сокола Дочь Там белую голубушку Вот Этот мотив Притворяется во множестве Вариантов Свадебных песен Используется И в собственно свадебных И в жанрах Которые прямо или косвенно Связаны с темой брака Они поются Как величание Женатым Холостым На святочных Таких вечеринках Рождественских Вечеринках В игровых Плесовых Величальных Песнях И плывущее судно Здесь играет роль Символа Перехода Перевоза Инициации Перевоза В иную Жизнь Многие исследователи Также трактуют Изображение корабля Еще и как символ Радости Счастья Словом В обрядовых Песнях Это не транспортное Судно Не транспортное Средство А такой Сакральный Символ И он наделяется Конечно Супер Выразительными Красочными Описаниями Порой Мифологическими И разрастается Иногда Это целую Эпическую Вообще Картину Как по морю 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 Синему Как по синему Морю По хвалынскому Там бежало Выбегало Тридцать кораблей Тридцать кораблей Бежало С единым кораблем С единым кораблем С корабельщичком Один-то корабль Наперед Выбегал Наперед Выбегал Да как сокол Вылетал Еще нос Корма По звериному Что богато Сведены По лошадиному А по кораблю Гуляет Разудалый Молодец Разудалый Молодец Первобрачный Князь Впрочем Чаще всего Судно Выделено Лишь Цветом Но цвет Этот В сознании Наверное В еще большей Степени В подсознании Наделен Мощной Энергией Психического Переживания Одного Этого Колоративного Эпитета Достаточно Для сильнейшего Выделения Эти корабли Червленые Слово Червленый Это причастие От глагола Червить Красить Происходит Оно От слова Червь Так называлась Красная краска И ткань Такого Пурпурного Цвета Есть предположение Что слово Напрямую Связано С червем В древности Красную краску Добывали Из мелких Червей По крайней мере Так трактуют Наши словники Свадебные суда Таким образом В песнях Окрашены Багряным Красным Цветом А красный цвет Как известно В народной культуре Один из основных В цветовой символике И эта символика Вообще Амбивалентна Потому что Это и цвет жизни Солнца Плодородия Здоровья Но и цвет Потустороннего мира Даже Таких Хтонических Демонических Персонажей Ну а в свадебной Символике Это конечно Еще и связано Со цветом Крови Жених Пришедший Убить Девушку Чтобы она Родилась Уже как Женщина Он появляется В риоле Красного Как из устья Ладей Навада Ихи До ходу Корабель Навада Ихи Выплывал там Черленый Насад Ихи В том Насадику Немножко Людей До Ихи Только Семеро Грибцов Молодцов До Ихи А восьмой Водолей Воду Льет До Ихи А девятый Был Корм Шачок До Ихи А десятый Удал Молодец До Ихи Вот опять Выделение Одного Среди Грибцов Десятый Молодец Он ходит Поэтому Насаду По лодке И Нацеливает Свою стрелу Стреляет Он и в Лебедь Белую Сиротицу И в Красную Девицу Тоже Очень Такой Распространенный Свадебный Мотив Вот А в песнях Этот эпитет Червленый Приобретает Целый ряд Лексических Форм Вы уже Услышали Что Здесь Он Черленый Потому Что Одна Собственно Говоря Одна буква Там всего Исчезает Становится Нечервленой Для легкости Произнесения Просто Вот И Другой Вариант Обрядовой Песни Того же Сюжета Прислушайтесь К тому Какой Здесь Будет Цвет У корабля Потому Что Именно На этом Я и Хочу Как раз Заострить Ваше Внимание Вот Эти Цветовые Ипостаси Корабля Символа После Нашего Плавания По Белому Морю Рекам Мезеньи Печори А именно Там Были Записаны Те Песни Которые Я Привожу Как Примеры Вернут Эти Ипостаси Цветовые Вернут Нас На Волгу Мы Снова Поплывем Вниз По Матушке В лодочке Вот И Вот Другой Вариант Обрядовой Песни Того же Содержания С тем С тем Мотивом Из-за Города Белого Из-за Города Белого О Ивю Ивю Илею Из-за Царства Русейного Из-за Царства Русейного О Ивю Ивю Илею Выгребает Чернёный Корабль Выплывает Чернёный Корабль У Ивю И Илею Итак, здесь уже эти вот лексические изменения касаются не просто фонетического такого просто звучания а меняется уже корень не черлённый не черлённый а чернённый очень близко по звучанию но меняется корень и это порождает уже лексические формы ассоциирующиеся совсем с другим цветом как из устья осинового ой из-за устья осинового до присталища берёзового ой присталища берёзового до выплывает черниловый корабль садок да выплывает черниловый садок то есть уже после черлённого чернённого появляется черниловый вот и лексическая трансформация достигает уже своего апогея в каких-то других песнях мы находим вместо красного появляется уже корабль символ черного цвета это вот обрядовая песня где девушка вышивает плат само действие вышивания шитья оно тоже сакрально потому что девушка вышивает своё приданное шьёт своё приданное вышивает как бы узор своей судьбы по углам она вышивает космогонические символы солнца луна звёзды поле земное пространство в середине платка божья церковь но на первом же углу она вышивает то что должно как раз повернуть её жизнь изменить её жизнь да что и на первый угол шило синяю море со волнами со черными кораблями со черными кораблями со белыми парусами таким образом вот наши эти корабли проделали путь переход от красного к черному к своей оппозиционной противоположности ну вроде бы вот здесь уже как бы закончилось этот вот наблюдение опыта но каждое исследование конечно каждый эксперимент всегда требует какого-то контрольного опыта подтверждающего правоту результата вот потому что может быть черленые корабли это одно а черные совсем всё-таки другое но этот контрольный опыт заменять сделали сами народные сочинители создатели и исполнители мне оставалось только тщательно поискать и найти еще на горы горы да на окатинеки да венограде красно-зеленую на окатинеки да на овалинеки да венограде красно-зеленую да то построена кроваточка тесовенькая да венограде красно-зеленую да на кроваточке периночка пуховенькая венограде красно-зеленую а на этой кроваточке на периночке на пуховую лежит пара первобрачная это Василий Тимофеевич Василиса Ивановна и вот мне очень нравится символ между ними катается злочен пертень дума крепкая как устроить свою жизнь значит они думали гадали черно-выжлоко срежали жилец это гончая собака черно-выжлоко срежали почисту полю спущали ясно сокола по поднебесью спущали черно-корабля срежали в осене море спущали черно-корабля заметьте черно-корабля срежали на синем море спущали «Чёрный выжлок летит, куниц-лисиц тащит на кунью шубу. Ясен сокол летит, белу лебедь тащит, да напоряден пир, на воскушенье, на возрушенье. А червлён караб бежит, да живота много тащит, на житьё, на бытьё, на богачество». Ну вот чёрный и черлёный здесь не разные. Тем более не оппозиционные цвета, они слиты в единую смысловую сущность. Происходит отожествление, наделение общей семантики разных цветов, красный и чёрный, в сходных в то же время по звучанию формах. Но подмена понятий происходит лишь на вербальном уровне, но в подсознании, конечно, внешние реалии сохраняют свой глубинный, символический, сакральный смысл. Подмена понятий в этих случаях, конечно, связана не только со сходством по звучанию. Черлёный, чернёный, чёрный. Её причины обусловлены, разумеется, и в естественных процессах, вообще происходящих в фольклоре, в жизни фольклора. Чем ближе к нашим дням, тем меньше сакральной символики и больше такой чисто бытовой реальности. Это естественно. Потому что в действительности корабли, конечно, и лодки, и корабли густо смолили, и они были чёрные. Вот наш великий драматург Островский, он написал «Путешествие по Волге», такие записки, он описывает, эти лодки осмаливаются, и поэтому большей частью на Волге носят названия чёрных лодок. И вот обычный такой эпитет, вообще обычный образ во многих волжских песнях зачернелись смолевые. Тем более, что сами слова, вот червлёные и адекватные, аналогичные ему червонные, а в песнях есть червончатые корабли, они ещё живут в некоторых славянских языках, даже во многих славянских языках червонный, но в русском они уже исчезли. Вот Ева мне сочувственно кивает, да, червонный, это и в украинском, и в белорусском языке, да, да, червёный, ну вот, да-да-да, да, да-да-да, да-да-да. А в русском языке они уже утратились, и встречаются только как устаревшие. Ну вот, вернёмся к нашему результату. Итак, читаем, слышим, поём чёрный, подразумеваем красный. Ну вот здесь бы можно было поставить такой восклицательный знак, я могла бы закончить. Экскурс по цветовым апостасям завершён. И кроме того, мы убедились не только в сюжетном сходстве вот песни «Вниз по матушке Паулге» со свадебными, но и в лексических даже аналогиях, потому что женихи приплывают не только на червлёных, но вы и слышали, не дадите мне соврать, «с черными кораблями да с белыми парусами». Помните, чернеющая лодочка с белыми парусами. Но просится ещё один восклицательный знак. Вариантная множественность фольклора вообще безгранична. Я обещала, что мы опять вернёмся на матушку, на Волгу. И что же мы там увидим, что услышим? Ничего в волнах не видно, Да не видно, Только видно, Только слышно, Только видно, Сейчас будете смеяться. Только видно красную лодочку, Красная лодочка чернеет, Всё чернеет. Ну вот, я позволю себе маленькой постскриптум весь этот проделанный анализ, он был нужен для меня в связи с вопросом о происхождении. то, что она составляет основу игры, которую я публиковала, мне нужно было как-то представить в полноте эту игру народную. И вот моя гипотеза такова. Известно, что по своей функции эта песня возникла и бытовала как песня грибная. Также известно, что в качестве трудовых, и в частности грибных, очень часто использовались и приспосабливались песни различных других жанров. И свадебные песни в том числе. И возможно, что образ в чернеющей волнах лодки в песне «Вниз по матушке по Волге» не только отражение реальной видимости, но и переосмысление свадебного червленого корабля. Рассмотренный мотив, олицетворяющий здесь мужское начало в брачной символике, по-видимому, был глубоко укоренен в сознании создателей певцов, в устах которых складывались варианты той песни, которая в нашем представлении живет с устоявшимся зачином и с названием «Вниз по матушке по Волге». В грибной песне мотив свадебный утратил свою сакральность. Он как бы обкатался в устах волшеской вольницы, казаков, разбойников, бурлаков. И, мне кажется, даже приобрел такие пародийные черты. А свадебные песни с этим мотивом бытовали на русском севере, на тех территориях древних поморских поселений, которые входили в состав Великого Новгорода. И в этой связи встает вопрос, не является ли создателем этой грибной песни наследниками песенной традиции, которую могли принести новгородские ушкойники. Это полуразбойники, полуколонизаторы, которые свои набеги осуществляли на разные земли. Их присоединяли к Великому Новгороду. И их грибные суда как раз неоднократно бороздили акваторию Волги, а исходное направление было именно вниз по реке. Вот теперь это конец моего сообщения. И, как видите, он уже заканчивается не восклицательным, а большим вопросительным знаком и многозначительным, таким многоточием, потому что работа, как всегда, продолжается. Спасибо, Таня. Спасибо. Я не знаю, есть ли у нас вопросы к Тане Шенталинской? Есть вопросы. А в чем заключается? А игра, это игра, да, это игра лодка. Собственно, ее самый простой, вот то, что Толстой, вот это тот самый популизм, о котором вы говорили, в такой профессорско-студенческой среде был очень моден. Это народные песни на вечеринках пели, простонародные игры игрались. Это было очень модно в то время. И вот простейший вариант, это просто садились на пол в виде лодки симметрично и гребли и пели вниз по матушке по Волге. Сегодня давайте вечером попробуем. Попробуем, да. Вот. Но там это вообще существует тоже, как все в фольклоре, во множестве вариантов, это игра. И существует много тоже таких научных версий, предположений о происхождении этой игры. Мы сейчас не будем уходить в эту сторону. Но такие более развернутые сюжеты, что в центре, как и в песне «Хозяин», да, там казачий атаман. В большинстве вариантов это Стенька-Разин. И вот он командует, значит, там грести. Исаул есть, который вот кормшичок, девятый был кормшичок, на корме сидит, значит, управляет. И вот, значит, они, их много, у них каких-то препятствий возникает там. Ты смотри, гляди, там вернее, служи службу вернее, подходи ко мне смелее, приказывает атаман. Ну и в конце концов они приворачивают к Алениному подворью, или к Татьяниному подворью, или к Сильвиному подворью. Вот, и выходит навстречу женщина, выносит им на подносе водку, они выпивают. В общем, конечно, да, и качают хозяина потом этого дома. Очень часто с этой игрой, которая, самое распространенное название «Лодка», так она и называется, «Игра лодка», очень часто ходили вот при рождественских обходах домов, когда в каждый дом приходили величать, поздравлять, желать благополучия на следующий год. Вот спрашивали у хозяина, можно ли разыграть лодку, разыгрывали эту лодку, а хозяин должен был их угостить, хозяйка вынести водку. Ну вот, это очень кратко, вообще-то это в книгах по народному театру существуют публикации, и много очень рассуждений на эту тему, и варианты записаны. Мне вот удалось впервые опубликовать с напевами, там несколько песен участвует в этой песне. Ну вот, записала в очень необычном месте, но я вообще занимаюсь именно этим регионом. Это крайние-крайние наши пределы, крайние северо-восточные пределы Сибири, где осталась культура, принесённая в 17 веке русскими колонизаторами, конкистадорами. Но мы их очень красиво называем землепроходцы, но они действительно были землепроходцы, конечно, это был, в общем-то, подвиг. Вот, и это на Чукотке, на реке Колыма, на реке Индигирка, это Якутия, Чукотка. Вот, там живут аборигенные племена, аборигены, которые с ярко выраженными монголоидными чертами, но основной они были крещены, православие, русский язык и русский фольклор, осевший там, это вот та их культурная традиционная база. Хотя очень много, я против того, что они полностью обрусели, как это в науке вообще считается, обрусевшие там, югакиры, обрусевшие, потому что они очень много сохранили, конечно, своего корневого. Ну вот, спасибо. 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 Спасибо.